Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по бизнес-оптимизму IFO Германии. 8.00 по GMT. Далее в 16.00 по GMT выступление главы Бундесбанка Яхима Нагеля и в 17.00 выступление главы Банка Канады Тифа Маклима. Буквально еще также совсем скоро, через несколько минут, будет оглашено решение Резервного банка Австралии по ключевой процентной ставке. Поэтому, друзья, давайте внимательно следить за австралийцем, который нас радует в последние месяцы своим стремительным развитием обычаевого ралли. Но мы пока не достали до нашей долгосрочной цели 0,70. И сегодня, при определенном развитии событий, при использовании именно ястребинной риторики, жесткой риторики руководства Резервного банка Австралии, мы можем получить дополнительный импульс для роста данного валютного актива, стать еще ближе к нашему целевому ориентированию. Давайте по порядку. Индекс доллара от текущей котировки 100.60. Уже несколько раз мы останавливались на 7 и 10 Федрезерву с учетом тех экономических условий, которые сложились. Также вчера на вчерашнем вебинаре подробно разбирал перспективу доллара. Те, кто не смог присутствовать в прямом эфире, у вас есть возможность посмотреть вебинар в записи на нашем YouTube-канале. В целом напомню то, что американский регулятор впервые за четыре года снизил ключевую процентную ставку и сделал это сразу расширенным шагом на 50 базисных пунктов. Если опустить тему, связанную с прогнозами по экономическому росту инфляции и уровню безработицы, я хочу обратить ваше внимание на перспективы дальнейшего изменения ключевой процентной ставки. По данным инструментов AdWatch Tool, по данным, которые мы можем получать с разных источников, дающих, я думаю, что объективную оценку изменения основных параметров денежно-кредитной политики, общий консенсус на рынке сложился таким образом, что сейчас рынок прогнозирует снижение ставки в этом году еще на 75 базисных пунктов. Не нужно делать никаких прям совсем глубоких умных заключений, чтобы прийти к выводу, что если до конца этого года остаются еще два заседания в ноябре и в декабре, соответственно, одному из них Федрезерву снова понадобится снизить ключевую процентную ставку таким же масштабным шагом. То есть пойти на смягчение политики снова на 50 базисных пунктов. И в этой связи, если вам эта тема импонирует, вы согласны с тем, что работа в данном ключе американского регулятора будет дальше продолжаться, я советую вам прям на обязательной основе добавить ваш ежедневный анализ, анализ и контроль того, что происходит с инструментом FedWatch Tool, который как раз и подсвечивает шансы на изменение ключевой процентной ставки. Так вот, после вчерашних данных по индексам производственной активности сферы услуг, в частности индекса PMI, снизился с 47,9 до 47, а индекс активности в сфере услуга с 55,7 до 55,4. То есть мы получили плохие данные, да, сфера услуг остаются в зоне роста и частично компенсируют спад в промышленном секторе, но делая акцент именно на данные сектора, мы просто обязаны констатировать, что экономические условия ухудшаются. Ну, это вывод, который напрашивается сам собой, если проводить более глубокий анализ вот этих фундаментальных отчетов. И, конечно же, чем больше мы будем получать слабых релизов, тем больше будет причин, нам снова говорить, объективной слабости американского рынка труда, о чем много раз уже предупреждал сам ФРС. И на этом фоне как раз и будет отстраиваться более мягкая позиция Федеризирова на дистанции. Сейчас инструмент FedWatch Tool после релизов по индексам PMI указывает на то, что вероятность снижения ставки в ноябре ставки ФРС на 50 байсных пунктов перевалила за 50 процентов и составляет 52,2. Поэтому мы будем работать, конечно же, с рыночными настроениями, но на данном этапе тоже вывод напрашивается сам собой. Участники рынка склонны полагать то, что агрессивное смещение политики продолжится, это будет оказывать давление на курс американского доллара. И, возможно, мы увидим все-таки тестирование и закрепление этого инструмента ниже 100 пунктов раньше, чем могло показаться до этого. Короткие позиции остаются в приоритете. Золото 2,635 долларов за трескунцию. Снова исторические максимумы, опять же, на азиатской сессии. Причем рост продолжается уже несколько недель подряд с символичными откатами. Фундаментальный фон располагает к тому, чтобы мы дальше двигались в этом северном направлении. Это и доходности трежерис, это и доллар, это и рыночный сантимент, 20% трейдеров, то есть меньшинство остается в длинных позициях. Соответственно, рынок и дальше будет идти против толпы. В ближнем восточном фоне, учитывая, что Израиль сместил фокус своего внимания с сектора газа на Илеван, обсуждение потенциального участия в этом конфликте и Ирана, это все большие риски, которые повышаются просто на, в данном случае, защитное золото. До этого я делал отсылки на то, что инвесторы начинают все большее в вкладывать средства в этот металл просто потому, что он постоянно растет. И учитывая те условия, которые складываются, учитывая осознание того, что смягчение американской монетарной политики уже не позволит заработать на американских облигациях столько, сколько можно было заработать, пока ставка была на отметке 5,5%. Поэтому со всех сторон, с точки зрения экономического анализа, макроэкономической статистики, это фундамент, который способствует тому, чтобы золото прям локомотивом, уверенным двигалось к новым максимумам и переписывало эти отметки. Единственный риск то, что золото может быть перекуплено. Золото нуждается в технической коррекции, но мы с вами об этом говорили раньше, что сейчас с этим металлом работают с точки зрения длинных позиций только те, кто осознает риски вот этих коррекционных откатов, которые могут им оказаться значительными. В качестве целевых ориентиров, но поскольку золото на новых максимумах, этих целевых ориентиров как бы вверху и нет. То есть здесь можно смотреть на круглое значение 2,650 и потенциально даже выше. Евро против доллара 1,1110. Сегодня будет выступать глава Бундесбанка Яхим Нагель. Ранее он прокомментировал то, что Европейскому центральному банку не нужно торопиться с дальнейшим снижением ключевой процентной ставки, что оказало поддержку позициям евро. И я надеюсь, что сегодня он будет придерживаться прежней риторики. Соответственно, евро сможет снова нацелиться на движение выше уровня 1,1150. По фунту 1,3555 максимумы с начала 2022 года. То есть здесь уже многолетние максимумы. Фунт растет, потому что другого сценария быть не могло, учитывая то, что Банк Англии сохранил ставку на прежнем уровне. И руководство Банк Англии дало понять, что будет смягчать политику крайне осторожными темпами из-за высоких инфляционных рисков. Помните данные по базовому индексу потребительских цен и значения по уровнячным продажам, которые показали рост на 1% в месячном выражении и выросли на 2,5% в годовом. Это все то, что является отражением повышенной потребительской активности, и то, что будет удерживать инфляционный показатель на высоких значениях. Плюс ко всему вчера еще вышли индексы активности производственного сектора и сферы услуг. В обоих случаях индексы хоть и оказались ниже, чем значение 2-месячной давности, но они все равно уверенно держатся в зоне роста, то есть выше 50 пунктов. Доллар иена 143,80. Вчера пришли к выводу, что Банк Японии попробует средствами и руками Федрезерва решить себе проблемы собственной экономики, и это проблема, например, резкое ослабление курса национальной валюты. И для того, чтобы решить эту проблему, Банк Японии очень рассчитывает на то, что действия Федрезерва по смягчению национальной монетарной политики обвалят курс американского доллара. Если в ближайшие недели, друзья, мы засомневаемся в том, что этого достаточно, чтобы пара доллар-иена отправилась к новому минимуму, тогда снова вернемся к риторике чиновников Банка Японии, к макроэкономической статистике и попробуем найти сигналы там относительно того, будет ли Банк Японии снова повышать ключевую процентную ставку. Если вам интересно моя точка зрения относительно того, что лучше сейчас сделать по паре доллар-иена, я бы все-таки рассматривал короткие позиции. Но, со своей стороны, какой-то торговой активности я пока не предпринимаю и жду более интересную точку входа. По австралийцу, как уже отметил решение Резервного банка Австралии, даже если сохранят ставку на прежнем уровне, вероятность этого очень высока, я рассчитываю на жесткую риторику Мишель Буллок и на то, что она сможет отправить пару австралийцев против доллара выше отметки 0,69. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Продолжение следует... ...